Передаем слово нашим комментаторам. Микрофонов, здравствуйте. Да, всем привет, теперь слышно уж точно. Ну и давайте спорить с Петриком, какие австралийцы. Там трейн, их сейчас уничтожат на второй карте, но, может быть, на первой, действительно, соглашусь, будет как-то интересно. Судя по всему, австралийцы готовили... Опа, привет. Привет. Целенаправленно готовили трейн, и просто вчера как-то не пошла игра. Я так вижу, уже первая пистолетка, которую без шансов забирает Ликвид. Да, посмотрите, ну просто один ренегат остается против Элайджа и Нитра, и его сейчас зарежут. Как-то дерзко, два в одного уже были, и все равно побежали. Если честно, у меня, знаете, такие вот мысли, наверное, даже жестче, чем у бэкмекеров по поводу этой встречи. Я думаю, что Ликвид легко разорвут своих оппонентов. Ну, должны, должны, особенно на карте Мираж. К слову, они буквально сегодня ночью, наверное, для нашего региона выиграли у Оптик на карте Мираж. Знаешь, ну как бы они ни играли Мираж, это одно дело. Но я уверен, что какой бы трейн ни был у Ликвид, они все равно выиграют у Ренегейца. Потому что мне вчера было достаточно из того, что я увидел. Хотя, может быть, можно еще хуже. Но посмотрим. Доброго всем вечера, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем просмотр шести замечательных матчей. И уже продолжается первая карта между Ликвид и Ренегейц. Еще раз напомним, что Тафа и Клан у микрофонов уже есть первый минус от Ликвид. И пока что Форс Бай не очень заходит у Атаки. Да, Ренегейц вроде бы начали быстренько, бодренько заняли позицию Ямы. Но, тем не менее, потеряв на раннем тайминге Спунжа, решили выждать, судя по всему, в надежде, что Ликвид ошибутся и побегут. Но, как мы видим, американцы вчера слив все четыре матча. Ну, буду сегодня цепляться за каждую возможность. Все-таки занимать последнее место в группе совсем не хотят Ликвид. Вот, знаете, если бы не Трейн, если бы какие-то другие карты, тот же Коблустоу, ну, видимо, после вчерашнего матча против бразильцев, Ренегейц решили не играть с Ликвид Коблустоу. Ну, ладно, давайте посмотрим. Выход на Яму здесь хорошо останавливается. Ильич или Илайдж, как правильно читать, уж извините, друзья. Ну, вроде бы Илайдж, хотя вот... Да, Илайдж. Все говорят Илайдж, но Петри говорит, что Илайдж это актер из «Ластелина колец», а тут правильно Илайдж. Ну, и говорит, что англоязычные комментаторы вроде так читают. Эту информацию проверим, может быть, вы нам подскажете в чате. Не забывайте писать нам в Твиттер, будем одним глазом туда посматривать и отвечать на какие-то интересные вопросы, если будут по ходу трансляции. Ну, и уж извините, ребят, у нас рестрим. К сожалению, не наши суперпарни показывают нам КС, как мы привыкли. Но ничего страшного. Пару-тройку фрагов можем упустить, но, в общем, картина игры ясна. И, по крайней мере, в первых двух раундах, ну, ключевые фраги мы застали. Ну, я думаю, Universal все-таки должны хорошо уметь показывать. Потренирую своего обсервера. Ну, я уверен, что там тоже парень не первый раз за КСом. Ну, что же, Ям остается один, но самую главную миссию этого раунда он выполнил. Бомба установлена, деньги будут. Можно даже купить ВП, по идее. Возможно, с первым армором либо передропать. И, в принципе, это 3-0. За командой Liquid хорошо, уверенно стартуют парни. Ну, конечно, будет очень плохо, если они там проиграют 5 или 6 игр. Поэтому сегодня они уже сделают максимум от них зависящие. Ну, это явно встреча за третье-четвертое место в группе. То есть, надеяться, ну, что Renegade обыграет Cloud9, конечно, можно. Но с большой долей вероятности именно по исходу этих двух карт мы уже будем догадываться, кто же практически 100% попадет на Luminosity в сетке. Третье место очень важно, поэтому это, конечно, хорошее дело, мотивирует. И здесь не просто так играют, ну, в принципе, команды, которые вчера проиграли. Куста первый минус дает, но Ям моментально разменялся в районе подвала. Ну, и теперь 4 на 4, куча времени. Минута 35 можно что угодно разыгрывать, но посмотрите, что происходит. Ям, привет! Куда ты летишь? Какая жесть! Вообще не контролил, не было инфы, но даже и не ожидал. Да, такого поджима вообще австралийец не ждал. Великолепный выпад от команды Liquid. Оставшись 4 в 4 с одним фармганом, они все-таки прожали Б-дом, сделали минус. Но, правда, центр остался без внимания, чем и воспользовались Ренегейс. Спонж хороший минус, но моментально Адрен разменялся. Вот видно, что все-таки думающий очень игрок, понимающий КС. Ну, и Юстила один против двоих. Нитро и Хика один клатчер. Второй вообще довольно неплохо вчера играл. Ну, на фоне всей своей остальной команды, я говорю про Нитро. Ну, тут минута времени, конечно, все карты в руках. У Стилу опять-таки с бомбой можно попытаться, по крайней мере, заплентить. При этом Liquid явно пытаются действительно в два дула контролить все-таки базу А. А у Стилу, ну, вот про Че Кэдмиддл никого не увидит, и можно идти в пустую Б. Ну, в принципе, наверное, очень правильное решение. Они на приеме принимают одну точку, если что, второй выйдет на разбер. Но, с другой стороны, вроде бы и не вместе. Тут уже критиковать будем по итогам этого раунда. И если проиграют, скажем, неправильно сыграли. Затащат, скажем, какие отцы они все знали. АВП уже в китчине. У Стилу может вообще-то тут ошибиться, потому что мало тайминга. Ну, вот 10 секунд. АВП выйдет и убьет, если он будет плентить. Ну, он ставит хитро, конечно же. Но вопрос в том, что, ой, сейчас прилетит Молотов. Правда, поздно и не очень хорошо. Но Нитро попадает очень четко. 4-0. Но, опять же, деньги будут. И, скорее всего, это еще один бай. Вторая бомба подряд вроде бы. Да, да, должен быть форс. Хотя закупали с ЭВП. Посмотрим, вообще, насколько дисциплинированы Ренегейтс и какой у них план на игру. А, ну, за 4 девайса там будет, скорее всего. Да, вот и не калаши. Да, 4 калаша и, в принципе, Джейкс тоже покупает. Ну, странно. Опять-таки, лучше, наверное, кому-то все-таки сделать было акцент на раскидку. И арморы, да. Вот и армор, тег, раскидочка. Я думаю, это лучше, чем сейчас 5 калашей. Они сейчас отдадут эти смоки. У каждого просто по дыму. Можно, конечно, выйти каким-то классическим раундом. Но это никакого фейка. Это просто вот такой топорный выход. Ну, знаешь, значит, команда больше уверена вот в оружии. Нет, именно вот в мощности оружия. Вот как раз вот, возможно, где-то и не уверена там в стрельбе, чтобы взять тег и раздать. Поэтому они сейчас вот именно так напряглись. Они понимают, что где-то у соперника может быть фарфган. Поэтому калаши очень правильное решение. Но, опять же, тут от твоего стиля зависит. Если ты играешь от стрельбы, а, видимо, Ренегейтс именно от стрельбы и будут играть, значит, им не нужны гранаты, им нужны арморы. Ну и... Пока австралийцы чувствуют, что можно занимать мидл. Раз за разом играют через центр карты. Ну, в принципе, Ликвид контролят. Все это дело. У них есть инфа по дому Б. Контроль поджима. Мы видим коннектора. Ну что же, Илайдж уже подфармил. Юстила разменял этого юного американского воина. И ситуация 4 в 4. Ну и у нас немножечко подвисает наш ристрим. Заинтриговал нас немного ристрим. Ну, пока мы видим, размены ровненькие. Почему-то отпустили коннектор. Это явная ошибка в исполнении Ликвид. Видимо, вот должен был Хико шарта разменивать. Очень странный получился мув. В итоге бомба стоит и будет попытка ретейка. 2 в 2, кстати, снова Нитро и Хико остались. Ну, Хико опасен. Тут, конечно, вопрос, как сыграет Нитро. Ему нельзя подставиться. И нужно, чтобы Хико начинал все это дело. Вот и он, в принципе, это исполняет. Хороший хэдшот. Хороший минус по яму. И мы видим GKS на Дулпане. Ну, наверное, лучше спрятаться вообще. Но он хочет остаться один на один. А по нему нет инфы. Смотри-ка, оба игрока команды Ликвид смотрели куда-то под яму. Вот сейчас спиной. Вот это да. Вообще не чекали КТ. Есть две флешки у Хико. Я думаю, такой папка должен как-то их применить. Нет. Он даже не ожидает, что слева. Посмотрите. А бомба уже пищит. Успеет? Нет, не успеет. Ну что же, проигрывает раунд Ликвид Хико. Тем не менее, оставляет все-таки Дивай за собой. Убивают все Дивайсы из соперников. И по экономике у них все неплохо. Если сейчас снова возьмут раунд, то, в принципе, может быть, это даже лучше. Вообще никакой инфы не было. Очень как-то медленно и довольно странно действовали Ликвид. Ну вот они не чекали. В итоге времени не хватило. Нужно было, наверное, пытаться играть в размен. Давить одну из позиций. Ну, собирать максимум информации. Но что-то кладчер не закладчил, к сожалению, у команды Ликвид. Тем не менее, конечно же, счет 4-1. Первая карта. Точнее, ну, в принципе, опять же, напоминаем, здесь 2 просто БО-1. Поэтому очки будут даваться за победу конкретно на Мираже. И нужно тащить прямо сейчас Ренегейтс. Как-то переворачивать. Иначе будет очень сложно в второй половине. Тут интересно пытаются меняться позициями Ликвид. Как мы видим, два игрока находятся в комнате с лестницей. Адренчик переместился. Хико теперь контролит центр карты. Ну вот Ликвид... Они поняли, что Ренегейтс делает упор в мидл. Ну, я вчера говорил, что Ликвид странная команда. Вот до сих пор не понимаю, почему. С авиками работает Нитро и Куста. Но Адрен, который на MLG стрелял как Симпл, не стреляет. Ну, видимо, Кэпу так удобнее. Видимо, он сейчас все-таки руководит процессом. Либо тренер. Ну, вчера, опять же, много раз говорил, что для меня самые загадочные ребята из Ликвид. Что они делают? Как они там выбирают составы, играют? Ну, они такие. Вроде бы уже давно вместе. Но как-то до сих пор на стадии формирования своего стиля игры, своего состава. Кто тут снайпер? Кто тут кэри? Видимо, до последнего парня еще не разобрались. Ну, вот он, кстати, контакт будет. Ой, хорошо играет апдаун. Хотя быстренько разменяли Хико. Но Адрен вот в помощь. Ну, и видите, как-то Скальта вот и второго не доиграл. Хватилось стрельбы, действительно. Вроде бы его там не ждали вторым. Но, тем не менее, Элайш плюс Нитро дожимают раунд. Ренегейтс напоролись на Хико в шарте. Спалили бомбу. И после этого уже, конечно, не справились. Ну, что же, месяц тренировок пока что ни к чему не приводит команду Ренегейтс. Этого буткемпа. Как вчера вот говорил Слэм, что они уже тренируются месяц в Лос-Анджелесе. Но, ладно. Пострейн тренировали, наверное, потому что второй день. По поводу Адрона могу сказать, что вот он с ВП стреляет для меня лучше в два раза, чем Нитро и Коса вместе взятые. Но, опять же, они работают с ВП. Вот команда приняла такое решение. Тут, кстати, любопытный выпад. Против ВВП мы видим стэками, арморами через мидл. Но встряли на перекрестный огонь. Скорее всего, тут, конечно, бомбу не дадут уже поставить. Пять мидл. Вот такая незатейливая была задумка на этот раунд. Да, все очень просто. Причем, опять же, как-то не поддержали вот свой выход дымами и флешками должным образом. Ну и, в общем-то, счет 6-1 очень хороший для американцев. Давайте посмотрим, что у них по деньгам. Если будет такая возможность, может быть, мы там на мониторах подсмотрим. Либо нам покажут сейчас американские наши коллеги, что же там с экономикой. Ну, должен-должен быть, наконец-то, девайсный раунд. Проиграли уже огромную серию Ренегейтс. Ну, а вот Ликвид, как только купили две снайперских винтовки, так, в принципе, у них раунды набираются поярче. Ай-яй-яй, они что-то по 2000. Видимо, это был Форс в ноль. Я думал, закупали специально до 2000 в прошлом. Опа, там и Джеймс Бонд есть. AZR 007. Красавчик. Вообще такой прям секретный агент. Ну, ладно, давайте смотреть за продолжением. Сейчас вот выпад с ковров интересный. Мне нравится такой раунд. Но, опять же, он здесь ничем не был подкреплен. Ни флешкой, ни дымом. И, в общем-то, беспроблемно для Ликвид. 7-1. И нулевая экономика команды Ренегейтс. Под ноль сейчас снова будет исполнен бай. Ну, и давайте смотреть. Вот снова они набирают эти калаши. Но нет. Хорошо. Четыре дыма. Но сейчас можно разыграть. Спокойный раунд. Да, будем надеяться, что действительно задымят нужные позиции. В тайминг залетит флешка. Возможно, какой-то фейк. Или через мидл попытаются закрыть окно и коннектор. Короче, ну, вот восьмой раунд. Нужно хоть что-то начинать вот играть. Вот пора, ребята. Сейчас. Вот сейчас нужно начинать. И давайте смотреть, что. Выход на мидл. Есть дым на 8. Хороший. С просветом. С мусор китали. Да, бомбу оставили в центре карты. Попытка занять, как мы видим, базу B. Нитро не совсем дефолтная точка для снайперской винтовки. Очень агрессивный, тоже интересный дым с просветом на стул. Довольно хитрый. Агрессивный выпад от снайпера. Ну и теперь давайте смотреть, как же здесь мидл-то будут выбивать ренегейтс. Это не так просто, учитывая все эти позиции. Но там никого нет в коннекторе. Да, меняют, меняют свои точки ликвид. Это довольно здорово. Ренегейтс не могут подстроиться под их модель обороны. Потому что вот сейчас в окне никого. Нитро мы видим в апдауне вообще. Да, да, да. С апдауна отличный минус. И это после поджима на шорт. Он в начале сначала поконтролил стул, потом перетянулся на апдаун, дал минус. Ну а ренегейтс опять же вот топтаться на центре и дым не давать в окно. Топчется, топчется в медле, а толку от этого никакого. Хотя вроде и был дым, но я так и не понял, как Авик дал минус. Видимо был просвет у него большой. Авик дал минус шорта, перетянулся в апдаун. А дым все это время в окне, в принципе, никак вообще не помогал. Вот и второй фраг. Он знал прекрасно, что там снайпер и все равно подлез. Ну ладно, Нитро пока что критиковать не будем. Сегодня он продолжает хорошо стрелять, как и вчера. Но и с УВП у него все залетает, все попадает. Поэтому пока что к этому парню вопросов нет. Куси вот вопросы как к главному снайперу команды. Мейн снайпер вчера только под занавес карт начинал убивать. Но сегодня, видимо, все-таки оппонент попроще для Ликвид. В принципе, в свете вчерашних баталий против Луминосити. После всех этих камбэков, наверное, Ликвид разогрелись. Но вот Ренегейтс, отдав 16-0 свою последнюю карту, сегодня продолжают закидывать якорька. Разозлились, разозлились товарищи Ликвид. Собрано действует, сконцентрировано. Все получается в хорошем настроении. Но это, конечно, опять же, другой день, другая игра. Тут вопрос, опять же, Гренигейтс, как так по картам получилось? Почему опять мы играем трейн сегодня? Я уверен, что на трейне будет намного жестче, чем сейчас. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и они приятно удивят. Главное, чтобы парни не просели по морали. Действительно, уже на первое не летят 8-1. Остались абсолютно без экономики, бомбу не ставят. Ну, опять-таки, вот тот самый фактор трейна, когда вчера в ноль слил, сегодня, возможно, тоже немного помешает им сконцентрироваться. Ну, и пока экономический раунд Ренигейтс. Немножечко информации. После вчерашнего дня у нас появилась статистика. FNX пока что с рейтингом 1,43 идет на первом месте. Но, если честно, там не только он, там еще три его тиммейта. Это ФР, Кулдзера, Фоллэн. И Лайдж вот идет на пятом месте. Куста, Така, Хи, Кадран и Нитро. Это вот из тех матчей, что были сыграны. Уже есть небольшая статистика и рейтинг. Лучшая команда в среднем по коэффициенту это Клауд Найн 1,33. Даже не Люминосити. Вот так вот. Интересненько. Да, любопытно. У Клауд Найн, судя по всему, ноль фрагов. И вот только сейчас в размен. Ну, только хотели сказать, что какой-то размен. И только вот на центре начало получаться. Сразу же минус. Ну, а тут хороший тайминг. Подловили Кусту. Честно, подгулявший какой-то пока еще парень. Должен... Австралийцами был тоже такой интересный. Да, да. Опять-таки, две потные катки на допах не играли. То есть, тут, конечно, статистика хромает. Изиир, кстати, до сих пор никого не убил. Уже 11-й раунд у него по-прежнему ноль фрагов. И вот только сейчас в размен. Ну, только хотели сказать, что какой-то размен. И только вот на центре начало получаться. Сразу же минус. Ну, а тут хороший тайминг. Подловили Кусту. Честно, подгулявший какой-то пока еще парень. Должен отстаивать и отбивать зубами свое место в команде. И если в ближайший месяц попадать не начнет, точно будет бритва. Симпла будут вызывать там. Вызываем... Срочно, срочно. Вызываем Кракена, да. И сразу же до полуфинала MLG. Все возможно. Ликвид, ох, действительно, без Симпла пока совсем другую игру демонстрируют. Тем более, у них сейчас новый тренер. Наверное, месяц он с ними. И команда все еще формируется. Ну, что же, AZR убил одного. Я думаю, это хороший шанс для Ренегейтса выиграть второй хотя бы раунд в атаке. Хико пока что вообще не понимает, что происходит в этом раунде. Сейчас пошел контролировать поджим. Джангл. Но, опять же, вот учитывая его ХП, тут крайне сложно его заставить идти вообще выбивать, по-моему. Хотя, учитывая экономику... Там денег по 12-13 тысяч. Заку будет еще раунда 3 подряд. Так что Хико, ну, только если уж супернадежно будет играть. Мне кажется, тут шансов вообще никаких. И вот этот прострел, по-моему, говорит о том, что Хико не должен идти. Он уже палится. Хотя, смотрите, идет. Пошел, пошел, отстреливать увидел. Нет, не увидел снайпера, как мы видим, в коврах. А вот АВП. Коллектива Ренегейтс была на страже. Да, попадает Ям. Опять же, вчера довольно неплохо попадал. Но, в общем-то, командной скорости пока еще и скилла не хватает. Ренегейтс ожидали от них более бодрой и яркой игры. Особенно после первой карты эти допы. Казалось, все, австралийцы, месяц буткемпа. Вот они и приготовились. Но нет. К сожалению, 9-2 сегодня продолжают тенденцию негативную. Знаешь, вчерашняя статистика команды Ренегейтс по пистолетам впечатляет. Впечатляет. 0% выигранных раундов. То есть, ни одну пистолетку не выиграли. Ну, это просто провал. Непонятно, что тренили. Наверное, девайсные только. Но сегодня так же пистолетов не было. Да, да. Ликвид сразу начали тащить. Со счета 3-0 стартовали американцы. Но Ренегейтс, к сожалению, не радует. Своей стрельбой, ну, будем болеть. Будем болеть за них. Потому что, ну, вот так отлетает на ИЛИГе, на таком крупном турнире. Это, конечно, фиаско. Да. Ну, лучший пистолетчик пока что добавлю. Это Фолла на чемпионате после вчерашних матчей. Ну, что ж, друзья, смотрим. Готовится сплит-выход, как мы понимаем. Возможно, на точку А. Судя по перетяжке с пунжа, двое будут выходить даже, да, двое из ямы, один коврый. Ошибочка, ребята. Тут Адран и Куста поджали яму. Даже если одного зафлэшит, второй должен делать свои фраги. Ну, ошибка или нет, увидим. Потому что GKS может уверенно выйти с ковров. Там, в свою очередь, есть Делпан. Но туда должен идти дым. Смотрите, три дыма есть. Куда они полетят? Ковры контролят Элайс КТ. Это головы, это джангл. И сейчас нужно дать, наверное, все-таки на Делпана, не на искру, наверное, дым. Ну, посмотрим. Вот так отвлек на себя внимание Куста. Ну, вот просто не повезло. Куста выстрелил между ног, Адран не убил. Это, не знаю, бэтлак какой-то для Ликвид. Это просто развал. Интересно, вот покажет нам Аплент, куда же все-таки дымы полетели. Потому что настолько быстро вымчали в атаку австралийцы, что, по сути, там и дымы не понадобили. Все решилось чисто по стрельбе. Опять же, за счет вот этой засады в яме провальной от команды Ликвид. Очень жестко провалились Ликвид. Куста промахнулся, а Адран в бок не убил вообще ни одного. Хотя, по идее, должен был вообще-то делать даблкил. Вот он, момент Куста. Вот как в футболе, я не знаю. Оп, мимо коленочки. Адран видит первого, видит второго. Вы понимаете, ребят, что я не ставку там проиграл на Кусте, а вот действительно что-то не так с этим парнем. Не попадает. Не попадает. Мейн снайпер. Вчера именно от него пытались отталкиваться Ликвид. Кстати, он по итогу какой-то карты даже был на первом месте. Вот такой он нестабильный, но пару-тройку своих фрагов все-таки оформляет. Кстати, по фрагам по разнице. Плюс 26. Насинг идет на первом месте. На втором Стиви. Действительно, эти парни вчера именно жгли напалмом. Классно играла команда Cloud9. Действительно, ожидаю сегодня их матчей. Они будут крайне интересными. Да, следующая игра Cloud9 Luminosity. Вот там будет интрига, если Насинг и Стюи продолжат так же феноменально. Как раз на третьем, четвертом, пятом и шестом местах. Это бразильцы, ФНХ, Сфер, Кулдзера и Фоллун. Битва топчиков у нас будет. Да, действительно, битва топчиков. Лучшие игроки этой группы уже совсем скоро сойдутся в матче. Но мы еще раз посмотрим игру Ликвид Ренегейтс на трене. Но пока что Хико неплохо принимает. Посмотрите, какие важные минусы. И также 3 хп остается в живых. Но тут и не без удачи. Да, в прошлом раунде не повезло Ликвид. В этом раунде, как мы видим, госпожа Фортуна все-таки. Так, Форест и подсадка в планете. Могла идти на Б. Вообще, по-моему, ни разу не хотели. Оп, оп. Да, все, спалили подсадку. Поняли, что там ждут. 40 секунд, бомба в респауне. Какого-то плана четкого нет на игру Ренегейтс. Ну, смотрите, они решают перетянуться очень быстро. Через яму сыграть, скорее всего, через ковры. Это будет слишком долго, точнее, чуть-чуть дольше, чем через яму. Ну, да, двое на яму. АЗР здесь будет играть в ниндзю. Так, засланный казачок под окном. Хику навряд ли с таким лоу ХП полезет. Ну, и, кстати, очень долго на Б халдят почему-то Ликвид. Два игрока так и не сдвинулись. Теперь посмотрим, выйдут ли в дымы игроки команды Ликвид. Пойдет ли Куста. А, он будет играть с ящика и сам сейчас нарвется на АВП. Успел убить Жей КС. А вот это повезло. Ну, хоть что-то, наконец, Куста приносит пользу своим тиммейтам. Хика пойдет с КТ спауна. Уже побежит вместе со своим тиммейтом. Ну, посмотрите, они палятся. Одна хаешка бы сюда, но там один Молотов остался. Что же, все в руках австралийского снайпера. Ям тут должен тащить раунд. Эзи, скорее всего, в окне закроет Адрена. Ну, и что же. Да, есть минус. Ям попадает. Все, это должен быть 9-4 счет. Ну, посмотрите. Есть Молотов. Все, главное с ним не манцевать. Молотов не попал. Эзи, ну, вот лучше поздно, чем никогда. Сколько у него там? Три фрага за карту, наверное. Но раунд он вытащил. Но нужен повтор. По-моему, он не попал в Молотов. Или там невозможно было промахнуться такому мощному игроку. Вот как-то так на последних секундах все решилось. Ой-ой-ой. Как-то в клатч-раундах Ликвид не так уж и сильны. Хотя обычно славились обратным. Да, честно. Вот мы вчера смотрели на Ликвид. Это, конечно, был анекдот. Команда не то, что на себя не похожа. Команда не похожа на свою половину. Буквально там двух-трехмесячной давности. Опять же, когда был Сашка Симпл. Ну, потому что там мы там за него топим. Супер лишний раз говорим о нем и рекламируем. Нет, он сам по себе хороший. Вместе с ним команда просто очень хорошо играла. Факт налицо. И не просто так его весь мир признает, как уже топчик. Да, пока Ликвид борется за выход с третьего места своей группы. Но на это у них пока шансы хорошие. Первая карта получается. Дальше трейн, на котором Ренегейтс. Ну, возможно, вчера просто якорька закинули. Но сегодня обязаны показывать уровень. Но нет. В принципе, они вот точно такие же немножечко замерзшие. Немного такие вот инием обросшие ребята на данный момент. Судя по форме. И где-то в поисках своей игры находятся команды. Если Ликвид, она просто перестраивается. Там тренер, Симпл. Возврат, уход. Там непонятно, как они там себя вообще друг друга терпят после этих всех бритв в команде. Да-да, три раза один игрок уходил, возвращался. Действительно, микроклимат, наверное, не в лучшей сейчас форме у Ликвид. А, кстати, в этом раунде Хико сделал квадро, успокоив всю атаку под базой Б. Хико пока что вот местами лишь тень вот той своей игры, опять же, которую мы видели на MLG. Вот местами взрывается, показывает нам того же Хико, который в каждом раунде там тащил, набирал раунды. Но опять же нужна командная игра этому парню в помощи. И хорошие тиммейты, понимание, что ты делаешь, тогда и он будет очень четко играть. А когда так все сложно, то и ему тяжеловато тащить. Ну что, 15-й раунд Хуста. Вот только вспомнили про Кусту, сразу сделал он минус. Ну только, да, сказали, ай-яй-яй, Хуста. До этого хороший минус там с Делпана давал, сейчас дал четкий минус. Потихонечку разыгрывается Куста, это здорово. Ну а вот Ренегей сделали все-таки неполный бай, АВП Калаш и Галил. Ну и, как мы видим, ям уже с Эзиэром на тэках оставались не у дел. Ну что же, пошла раскидка трое яма, один ковры. Дым, Делпан, дым головы и все, что ли? А дым на джангл-то где, непонятно. Тут же два игрока, но это перекрестный огонь. Молотов положили за спину американцам. Ну, а был же ж, ну вот, был-был, не обратил внимания, по идее был. Я вроде, мне казалось, четыре. Ну вот, ну просто не задымили джангл, а там два типа, все, они вышли. Ну да, вот в такой ситуации вас просто разрывают, особенно когда есть тиммейт под коврами. Вы просто попадаете в сумасшедший перекрестный огонь и ну просто никаких шансов. Наверное, в такой ситуации нет, только вылетать и ставить с первой. Да, этим отличается, конечно, КС, но как-то Ренегейтс на этом чемпионате не очень ярко выделились. Вроде бы первая карта против Luminosity жесткая, но поплыли, поплыли, к сожалению, в дальнейших играх. Да, действительно, ну на голову сильнее были. Liquid, отличная стрельба, отличное понимание всего, что происходит на карте. Игра в 2 ВП, стоит отметить, очень распространяется в последние месяцы. То есть практически все команды, 2 ВП берут. Ну, ВП решает очень много вопросов в защите, но видим, что на самом-то деле пока еще непонятно, как будет играть команда Liquid в атаке. Если все-таки Ренегейтс возьмут свою первую пистолетку на этом чемпионате, тогда... Ну это, я не знаю, они вчера уже проиграли Luminosity, выиграв половину, сколько, 11-4 или 12-3, они слили Cobblestone, если сейчас Ренегейт отдадут, то я не знаю, что им нужно сделать для победы. Ну так, пока уже 5 пистолетов проиграли, получается, сейчас 6-е будут проиграны, или я сбился. Да, вчера 2 карты, сегодня 5, сейчас могут быть 6-е. Ну это печально, друзья, вот все-таки тяжело играть в команде, все время без пистолетов, с командами, которые твоего уровня, сильнее тебя, ну просто очень тяжело. Да, нужны девайсные, нужны заготовки, но, к сожалению, вот игра говорит нам, что пока Ренегейт, Ренегейт проседают по уровню. У них даже средний рейтинг 0.38, понимаешь, после вчера. Это даже не рейтинг, это просто приехали пацаны со двора покатать. Ну вот почти в два раза больше у Liquid, поэтому, ну, как бы им все равно будет по статистике тяжело. Вот, конечно, игра игрой, КС интересен, что могут выигрывать темные лошадки, но, как говорит Петрик, иногда обычные цифры просто решают все. Да, задушили статистикой своей игрой сейчас оппонента в Liquid, Ренегейтс, но они даже паузу не ставили, то есть у них, наверное, вообще что делать, паузу поставили, если бы толку нет, поэтому они ее не юзают. Ну, опять же, если вот не смотреть на все эти предыстории, это Counter-Strike, Mirage, защита, берешь пистолетку, быстренько 11.7, первооружейный 8, там АК-9, и у тебя уже хорошая экономика, соперник уже начинает паниковать. Ну, давайте посмотрим, вот немножечко результатов. Вот 12.3 выигрывали, нам напоминают. Вчера Liquid у Luminosity проиграли 16.14. Назвали Liquid Collapse эту колонку нам режиссеры. Напоминают, что на ESL Pro League тоже такое происходило. Ну, и, в общем-то, вспомнили последние вот неуверенные катки. И сразу стата Элайджа 3.5 КД. Катки неуверенные, и такой довольный Элайдж говорит, у меня все хорошо, ребята, я не знаю. Ну, это, опять же, в данном матче вот с конкретным соперником все получается. Ну, в общем-то, показали спады и неудачи Liquid за последнее время. В общем-то, действительно, пока еще команда не нашла вот ту игру. Да, очень много именно своих карт отдавали Liquid, когда после набора 10-12 раундов почему-то на смене сторон не удавалось дожать соперника. Очень часто в прошлых годах можно было на СНГ состоянии такое увидеть, когда там вот набрали 15-й, 16-й не идет. Вот у команды Liquid похожие проблемы. Ну, и мы готовы ко второй пистолетке. Напоминаем, что это второй день и лиги. Первый бой Liquid Renegades. Ну, и пожелаем командам удачи. Особенно она пригодится австралийской пятерке. Это уж точно. Этим ребятам нужно тащить и, наконец, выиграть свой первый пистолетный. Пять юспов, четыре армора, два адекоя, две флешки. У Спунджа, который купил Диффуза, который единственный как раз играет без арморчика. Суппорт, суппорт, Спунджа. Очень главное тут не умереть. Очень важно ему тут все-таки не подставиться. А Liquid, смотри-ка, халдят, прочекали метро, прочекали ковры, бэддом. Собрали инфу, что аркад нет. Окей, аркад нет. Что делаем дальше? Раскидки очень много. Четыре флешки, два смока. Можно даже попытаться фейкануть, но, скорее всего, будет классический выход под базу А. Это дым КТ, дым Джангл, две флешки и зарашили. Так, пока абсолютно спокойно разыгрывают пошагово. Liquid свой раунд. Пробили некоторые позиции, собрали нужную информацию. И вот теперь уже, видимо, окончательно вырисовывается сплит на точку А. Причем яма начинает первая, чтобы дать возможность как-то вот расшатать мидл, чтобы эти три игрока с бомбы все-таки вышли. Возможно, это фейк и выход будет на шорт. Действительно, как пролетает там игрок в джангл вообще непонятно, но здесь провал на парыче. Тут спунжик оформляет два хедшота. Задумка вроде бы была хорошая у Liquid, но один игрок в шорте задушил всю эту атаку. Хотя бомба перестроилась под окно с ножом на морозе, пропрыгивает куста и пошел ставить бомбу. Но там не все просто. Там два игрока, куда вообще пошли непонятные игроки команды. Liquid попал под двойную раздачу, хотя вот Хико неплохо катэспаун вырубили, но про Далпан забыли. Хотя инфа уже была, там парень давал минус. Ну и сейчас Хико будет тащить свой. Давай, мистер Клач, покажи один в три. 15 секунд, при всем желании он не успеет сделать три фрага. Он уже два и бомбу не успеет. Вообще все закрылись. Перемудрили как-то Liquid с этим раундом, когда один игрок останавливает весь у вас выход. Ну, куда тут? Ходор какой-то получился. Да, сдержал, сдержал. Все там просто сдержали тайминг, попрятались по ящикам и все. И заберли Хико. Стенка дымов-то была четкой. Дым на ступеньке, на этот трон, дым на джангл. Я-то думал сприт на А, а они бежали в Б. Ну, ладно. Поздравляем Ренегейтсу. Первая пистолетка на чемпионате. Аплодисменту. Но, правда, сейчас ребята проиграют форс-раунд команды Liquid. Хотя, подождите, возможно, я ошибаюсь. Ям, хаешечка, Юстила, прием неплохой. Уже минус два. Ну, и сразу же ответка три на три. Ситуация, коннектор. Вот это важнейший, наверное, минус от Юстила. Хотя его оставили красным. А все побежали под мидл-карту. Это позволяет, мы видим, связки Хико плюс Адрон выйти в незащищенный Б-плент. Установить бомбу. И, в принципе, с ТЭКом против битого Устила воевать довольно комфортно должно быть. ТЭКа МПХ, ну, все равно тяжеловато. Вот если заберут сразу П-90, тогда все будет замечательно. И вот, смотри, момент. Хорошо. Хико дает минус. А второй красный. Ну что, Хико потащит? Нет. Два КП. Ой-ой-ой, ям. Отличная плюха по Хико. Адрен сгорел. Ну, мы видим, тут на волоске все-таки вытаскивают Ренни Гейтс. Выходили толпой. Но, к счастью, с Пунжи компания перестреляли оппонентов. Возможно, начало камбэка. Хотелось бы все-таки посмотреть яркий КС, а не просто односторонний мираж. Ну что же, друзья, вот это уже интересненько. Вот это такое начало и нужно было команде из Австралии. Правда, опять же, бомба. И непонятно, какое решение сейчас будет от команды Ликвид. Может быть, они рискнут и сыграют еще один какой-нибудь форсик. Закупаются до 2000. У кого-то ТЭК, у кого-то буквально два смока флешка. Все-таки ставка идет на 19-й раунд у Ликвид. Ну, а сейчас задача максимум. Он просто выйти и установить бомбу под единственный дым Хико. Будут открываться, как мы видим, американцы. Кстати, похожий раунд делали Ренегейтс. Бомба через ковры у них. Это один раз получилось, а второй раз уже нет. Давайте смотреть. Тут вопрос, куда идет дым. Где там находится Хико номер 3? Должен в яме быть, по идее. Да, вот он самый дальний в яме. Все-таки особо тут смог из ковров не раскинешь. Ой-ой-ой, поторопился Адрен. На эскру? Да, скорее всего, куда-то в район КТ. Опять-таки, потеряли уже Адренас. На эскру сноук вроде был, хотя нет, в плен зашел. Ну, типа, надо как-то добежать до этого. Да, он добегает, лол, успеет поставить. И есть тачдаун, все, миссия выполнена, раунд сделали. Парни, вот, опять же, даже не рассчитывали победить. Здесь четкая ставка на установку бомбы. И это все прошло. Молодцы. Ренегейтс тащит также свой раунд. Правда, у Ликвид будет сейчас неплохая экономика для того, чтобы все-таки перевернуть экономику. Две бомбы подряд, две бомбы подряд у американцев. Это очень хороший старт атаки. И вот, в принципе, дым Хико тут пришелся как нельзя кстати. Действительно, связочка бомбкерри Хико даже в меньшинстве позволила Ликвид немного пробуститься в экономике. Итак, ребят, давайте посмотрим. Есть авик, куста под ноль, тоже закупился. По тысяче остается приблизительно, грубо говоря, у всех оставшихся игроков. Ну и есть калаши, хорошая раскидка у Ликвида. А в ответ мы видим FAMAS P90. Ну, конечно же, все гранаты, но... Оставили те же девайсы по факту Ренегейтсу. Яма, конечно, будут серьезные трудности. Но, тем не менее, Джейк сделает опенфраг. Это очень важный минус, потому что там это скаут. Просто FAMAS P90. Ну, не знаю, Адрену нужно стрелять с АВП. Вот тут очередной раз видно, что вроде бы кто-то другой мог бы, наверное, и добить там своего оппонента. Вроде бы неплохо вот выходил, все правильно, так нежданчик выскочил, но просто не убил. Не дают ему, не дают АВП, говорят, все, мейн снайпер куста, если что, Нитро берет вторую винтовку. До Адренщика роль не доходит снайперская. Так, небольшая пауза у нас в раунде. Пока что перестраивается атака Ликвид. Теперь уже в меньшинстве нужно что-то делать. Есть АВП, три калаша. Конечно же, хороший набор гранат, поэтому, наверное, было бы неплохо там АВК, возможно, ковры. Очень странно играет АВП. На самом деле у атаки он просто контролит поджим ямы, он не пытается выходить в миддл. Сейчас выйдет после этого дыма от кусты. Это вот как раз с просветом на шорт. Ну вот он вроде бы должен выпускать Хико. Это в окно, скорее всего, дым. Хико под него выйдет с префайером в коннектор. Ну вот они показали самое интересное. Ну вообще, вот. Куда же он? Дым улетел в любом случае. А, вот. На восемь, все нормально, да. Просветом на шорт, да. Так и есть. Просто он так убрал прицел. Я думал, может быть, какой-то новый хитрый дымочек сейчас будет. И выход не отвестило. Хорош по 90, минус 2. Яма, спунш, хорош прием. Ну и все, куста. Отдыхай. Что-то 5 в 0 рассыпалась атака команды Ликвид. Вроде бы дэмэдж дилинг у них был на уровне. Три игрока остались красные. Но, тем не менее, австралийцы из Ренегейтс показывают, что у них есть бойцовский характер. И, по-моему, как-то даже камбэк-то вырисовывается. По раундам не такой разрыв. Петрик потирает ладошки. И говорит, я же говорил. Ну, посмотрим. Все-таки это обычная штучка. Начало там 5-0. Если ты берешь пистолетку, там первооружейный, все это хорошо. Вопрос, что дальше? Если у тебя вот такой большой спектр и арсенал раундов, чтобы каждый раз удивлять Ликвид. Смотри-ка, 5-б хотят. Просто высыпай сейчас под клэн. Террористы от Рен. Показал вроде бы Глог. Не знаю, возможно, это суперфейк задумка какая-то. Показал Глог, да. Никто не стреляет, никто не простреливает. Будут ждать молотов дымы. И потом туда выходить под какую-то жесткую моментальную раскидку. Смотрим. У нас игрок в шарте под углом и смотрит ковры. Один прямо с машины. И все. Хилпа очень далеко в коннекторе. Если дыма не будет, то тут провал будет в исполнении защиты. Там нужен сейчас срочно дым на Б ковры. Что делает Ликвид? У них отличный шанс выйти под базу Б. Четыре смока. Они все четыре смока отдают. Ну и все в руках Джейкса. Отличный зажим. И дым прямо вот вовремя. Секунду в секунду падает. И не дает им забрать игрока на машине. И он еще и раздает. Ну какие красавцы эти ковбои из Австралии. Только нитро дал минус. И все. Да, Джейкс квадро оформил. Вот это вот прострелил, так прострелил. Толпа буквально пытавшаяся забежать мясом под базу Б. Вот этот дым, это было вообще... Это ГГшечка просто в раунде. Они уже бегут и тут под ногами дым. Все, они уже убивали его, уже сбривали тиммейт и все. Но падает дым. Это просто так шикарно выглядело. В итоге 11-9. Деньги заканчиваются у Ликвид. Очередная попытка игры с теками. Ну и вновь раунд-бомба от американцев. Выйти поставить. Не, ну тут уже посерьезнее будет. Много смоков, но все без арморов. Тут Телпан, тут опять же в Пленд пошел, на головы дым. Опачки, а там в Ямбл. И в Джангл даже вот сюда упал, вот перед ним. Да-да, закинули вообще по всем фронтам Ликвид. Нитро пошел, Охотник за головами. Нахуй, нашел. Как там Ямбл неплохо отстрелился. Все-таки по идее его загоняли. Вроде бы Лайджи видели только что из Джангла. Смотрим, подобрался Куста. Пойдет в КТ, умрет сразу же. Ой, хаешка за спину, но Эйзер все-таки дает прострел. Опять-таки без арморов особо не повоюешь. Зашли четко, продавили позиции, но... Не хватило форс-пауэр в данный момент, вот просто не хватило, знаешь, такого мощного девайса. Вот всем тэков, например, вот хотя бы всем тэков, потому что вот эти вот все-таки пистолетики, да, они хороши, но... Ну, это был такой довольно странный байб, просто много раскидан, там один армор на всю команду, один тэг. И все побежали в аркаду. Ну, одного убили, поставили бомбу. В принципе, задача минимум выполнена, деньги есть. Хотя могли и получше, на самом-то деле, вот закупиться в предыдущем раунде. Ну, ладно. Видимо, экономит уже команда Liquid, понимая, что этот матч переходит в настоящий ад, где Ренегейтс уже с более-менее неплохой экономикой, уверенностью в своих действиях. И всего лишь в одном раунде отставание от Liquid. В общем-то, проблемы, говорят, Liquid. Посмотри-ка, Ренегейтс уже настолько уверен и в себе, они вчетвером прожали центр карты. Спунш понимает, что это будет выход-то, но слишком поздно, нитро! Ну, должен был давать этот опен-фраг. Так, Спунш, божьим чудом, ушел. Австралийцы не угадали, вот как раз, в принципе, это правильные вещи поджим медла, причем массовый там, четвером, но просто не угадали. Продолжают Liquid гнуть свою линию, выходить на аплэн. У Стилла, у Стилла, уже просто на терриспауне он заходит в ковры, по-моему, его там не видели. Да, его не видели. И вот минус по Элайджу, но, тем не менее, позиция спалена. И, в общем-то, смотрим за продолжением этого вбивания, и оно может произойти. Ретейк хороший, но, правда, там очень много хп. Нитро, какая четкая позиция, вот он вообще у Стилла не ждал. Да, просто провалил все. В итоге минус также от Адрана, и уже в большинстве атака времени не так много есть у защиты на выбивание. Плюс авик, ну, тяжеловато будет. Правда, позиции, смотрите, атаки тоже ужасные. Да, Хико что-то заснул на сэндвиче. Эзиер видит первого, видит второго, дает даблкил. Третий на очереди, Нитро контакт. Бомба пищит. Вот так вот, вот так вот. Какой хороший дым, который остался в кармане кого-то из игроков защиты напоследок. Ям, вот это вот разыгровочка была. Всех продал и задиффьюзил. Красавчик. Ну что же, Ликвит? Там какой-то экшен в яме. Что, пауза или? Выигрывали 9-1. Уже 11-11. Это уже троллинг от режиссеров. Просто происходит, они уже вспомнили все провалы этой команды. Если бы они еще и MLG вспомнили. Да, там камбэйков такое количество именно у Ликвит, когда они выигрывают четко на старте, потом сдуваются. Как раз это началось с MLG. Да. С полуфинала. Какую-то карму словили неприятную. Вот он, кстати, тот самый момент. 3 в 3 куста на Тетрисе. Эзиер, а там уже дефьюз. Все это время шел дефьюз. Ужасные позиции. Вот это вот сэндвич, Тетрис, Яма. Это вообще жесть-то какая-то. Мне вообще это не нравится. И бомба-то не под них стояла. В итоге она за еще была. Да. Ну что же. Тактический тайм-аут команды Ликвит. Мистер Тренер, у нас проблема. Что там в блокнотике есть? Что-нибудь интересненькое? Бразильский, опять-таки, тренер. Купили у Темпа Шторм этого парня. После того, как вторая бразильская команда выиграла пару турниров. Ну, мы видим, то ли он не перестроил команду, то ли не совсем все слушаются. Тут, конечно, микроклимат очень важен. Ну да. Тут на самом-то деле сейчас важно, что делать. Я не понимаю, почему нету сплитов каких-то через центр уверенных. Вот нужен центр команде Ликвит. Нужны подсадки в окна. Нужен напряг парыча, от которого можно сыграть. Хико уже понимает, что это камбэк. У него каждый день камбэк. Ну, опять же, Хико, видно, когда проблемы у команды Ликвит по его щекам. Они сразу начинают розоветь так моментально. И просто, когда... Терморегулятор команды Ликвит. Да-да-да. Там просто шарик краснеет. Да. Моментально. В общем-то, ладно, поехали. Немножечко повторов. И, надеюсь, сейчас все-таки грамотно обсудят. Ликвит. Качественно. Ну что, тактика, я так понимаю, заканчивается. Все дали пятишки. В последних раундах очень нагло уже играют Ренегейтс. Они понимают, что инициатива-то перешла в их руки. Просто с четвером мидл. Мне нравятся какие-нибудь, знаешь, простые тактики типа а-ля НИП. Там пойти, довести Фореста там до обдауна, либо кого-то еще. Потом 30 секунд возвращаться на респаун, там занимать яму ковры. И просто выходить под гранаты, когда у тебя там уже есть один засланный казачок, в принципе, в тылу врага какой-нибудь на обдауне, который очень неплохо напрягает джангл. Ну и если еще один в коннекторе будет, так это вообще шикарно. Ну, как мы видим, тут оставили в тылу своих казачков на этот раз Ликвит. Один под коврами, второй в центре. Ну и, кстати, Лайтш наказал Аркадьичева Спунжа. Есть инфа по окну сейчас для Ликвит. Давненько интрикила не было у команды Ликвит. Вообще был хоть один за атаку? Я как-то уже... Ну, какие-то размины давали, а вот именно интрикилы, возможно-то, и нет. Я думаю, статсмен наш скажет нам потом в аналитике. Ну что же, хорошо. Пятилетний ветеран Куста идет в атаку с УВП через подвал. Пять лет в Аркаде. Вот как я и попросил, центр почти занимает уже команда Ликвит, но осталось вот все-таки как-то разобраться с шортом, с окном, проверить там позиции и уже разыгрывать раунд. Куда угодно. На А, на Б. Эйзи Эйр, он единственный, кто тут может хоть какой-то расклад давать тиммейтам по медлу. Кстати, раунд будет под Б, мы видим, что перемещается старовского реверспауна игрока, атаки второй идет на ковры потихоньку, уже вокруг шорта образовалась тусовка из трех игроков и бомбой, но тут же все нормально, разменялись, и это будет успешный раунд. Ну, ДжКС все еще не сдается, он единственный под базой Б, живет Хилл Па, как мы видим, уже в китчине Джейкс, его до сих пор не убили, но это жесть. Его и не видели, этого ДжКСа, с ним даже... А как заходить в Б тогда? Ну, не знаю, сейчас увидим, бомба упала и знает, что есть один в планте, один в кухне. В общем-то, вся инфа у Куста и Хико. Сильные игроки вроде бы остались, но сейчас увидим, насколько. Что-то Ям тут непонятно отдал бомбу, никого не убил, Джейкс практически спасает ситуацию, но в итоге один на один Хико. Три секунды, и дядька все слил. Куста вообще, это понятное дело, вроде бы и спешил, но там были позиции по Сывове, где бомбу поставить туда, под белую машину пойди. Хико прикроют, нет, надо давать дым и ставить в дымах. Ну, великолепно сыграл игрок команды Ренегейт, здесь браво, браво. Его не убивали до конца, в итоге основной игрок на Б убил бомб керри, но это жесть, надо его давить. Спустя 23 раунда команда Ренегейт выходит вперед. Нежданно-негаданно, они все-таки сделали это и душат команду Ликвид, у которой теперь уже будет экономика чуть ли не в каждом раунде. Но я не понимаю, вот сейчас было все идеально. Заняли центр, сыграли сплит, ну и ужасно провалили заход на точку. Ну вот сейчас вновь все в руках Эзи Эра. У него отличная позиция, первый спиной прочекал, но поздно Эзи Эр дал минус. Ям. Хорошо, суппорт, это за окна опять же вот. Ну идете в шорт, да, дали один такой дым, а в окно ничего не дали. Ну что там? Не долетел Ям только что. Не долетел. Минус от Куста, хорошо поюстило. Все-таки шорта еще подловил коннектор. Что это за хаешка? Там идут Кусти сейчас и в спину, в спину идут Кусти, его просто, а он с бомбой еще. Куста с бомбой. Вот тайминг, он видел или нет? Нет, нет, не все, нет. Услышал, судя по всему, шаги в спине, изолировали тут же Джей КС, а Куста. Ужасный тайминг. Просто мистер Молотов, а что он вчера с Молотовым сотворил? Да-да, 5 секунд до конца раунда он достает Молотов и понимает, что бомба-то у него за спиной. Да, да, бомба была в руках. Он просто решил дать Молотов в шорт и не хватило времени поставить бомбу. Мистер даст два. Ну опять же, мистер Молотов от Куста снова провал. И есть бомба от Хика, все-таки получается наконец раунды, вот так как только поагрессивнее взяли за центр, ну пошла игра. Вообще нет понимания по снайперу команды Ренегея сейчас у американцев. Хорошая, ну хорошая точка, но никто не открылся к нему. И он не видит никого. Надо менять девайс, наверное. Или пойдет? Надо уходить уже, наверное. Ну какой хороший минус, забрал все-таки Адр на 1-1. И здесь, знаете, снайпер может и удивить четким попаданием. Есть дефьюз киты, есть смоук, три фрага уже сделал. Фейк, ну фейк дефьюз. Так, узнал, узнал, где находится Хика. Но Хика, этот парень, который знает, как шить в дым, вот он как-то это делает уверенно. Да, причем именно Хику вчера на Дасте таким прострелом смоук спас тиммейтов из ямы, четко простреливая базу А. Вот фейк дефьюз, по-моему, все-таки был лишним. Ну что же, поехали дальше. Нет, вроде бы он и не лишним был, он узнал, где находится. Он, по-моему, слишком быстро снова пошел на этот дефьюз и просто... И под тот же прострел попал. Да, да, да. Он бы что так под него попал, если бы в дефьюзе, что фейк все равно попал под тот же прострел. Лучше бы дальше обходил как раз и поймал Хика там, то ли на релоуди, то ли вообще нежданно-негадно на дефьюзе. Вот я не обратил внимания. Были, по идее, были. Ну что, недалеко вырвались Ренегейс. 12-12, снова паритетно табло восстановлен. Ну наконец-то уже. Вот теперь и дым в окна выбросаем, и в шорт тут получается. Вот, вот, тут уже взялись. Ликвид начинает потеть на тысячу процентов. Опять же, все позиции контролируются. Ну и, по-моему, знают, что есть в коннекторе соперник. Оттуда только что залетал дым. Да, спунж пытается, конечно, прятаться, но такую точку должны чекать. Туда же, мы видим, забрасывают смоук. Мидл под контролем Ликвид. Это плохие новости для австралийцев. В самом-то деле бомба возвращается. Это будет выход через яму. Вот это классный раунд. И парня даже с Б забирают, который стоял на Б коврах. Он только что был готов вообще выходить на Б. Даже он сейчас уйдет быстренько в яму к своим тиммейтам. И трое пойдут оттуда. Один из ковров. И как раз вот эти раунды Нипов. Это самая вообще спасательная штука, которая вытащит вас на карте Мираж за атаку. А вот Ренегейтс очень сильно ошибаются. Оставляют трех игроков под Б плентом. И только один парень на сэндвиче. Это у Стило. Вот у него точка. Он не уходит, что уже с сэндвича. Тут даже ни раунд не помню. Тут изначально был игрок в коврах. Потому что уходят все на мидл. Вообще никого не оставляют ни в коврах, ни в яму. Потом возвращаются на шифтах. Там все очень долго. Но правда сейчас не очень эффективно. Ну, смотрим. Адриан один минус дал. У Стило зацарил нитро. Дождался своего фрага. Он просто весь раунд холдил под метро. В итоге спунши Джейкс 2 в 3. Вот еще и на него отвлекаются. Второй минус. Все. Вот этот пацан, которого ты доводишь до апдауна, он всегда свое дело сделает. И в итоге двое против одного. И почти в кармане 13 раунд. Ну что же, Джейкс, король Б плента, который разрывал там кабинеты неоднократно, уходит просто на сейв Ренегейтс. Ну, любопытное решение. Да, все-таки АВП дороже. Так, ну, не знаю. Шансы вроде бы были. И Дефьюз Киты, и он уже был под коннектором. Но решили играть в долгую, в общем, Ренегейтс. Ну да, решили, что все-таки победим как команда, а не как какой-то клатчер. Поэтому лучше ты, дружище, бери АВП, отдай его яму. Действительно, Ликвид оставили одного нитро. В итоге он зарешал. Поэтому лучше действительно всегда работать как команда. Да, пошел там Рэмбыч, получил денег нет на следующий. И команда уже вроде бы себя неуверенно чувствует в новом, в следующем раунде. Ну что же, поехали дальше. Попытки все-таки вытащить эту игру от команды Ликвид. Ну, 5900-й яма у него АВП. Он его может дробнуть, может и сам разыграть. Ну, халдят. Видимо, с АВП еще и на следующем будут. Ренегейтс. Вроде бы хорошо, но как бы запаса раундов нет. Вот сейчас 14-й. Обрати внимание, что делает команда Ренегейтс. 3-б. И это будет поджим, видимо. Там один страхует, двое играют агрессивно. Да, двое уже там прошли. Третий пошел. Велика вероятность отдачи. И двое на яме. Ну, тентрикил очень нужен Ренегейтс. Дочекивает, дочекивает. И делает минус. Это подарочный калаш. Это хороший тайминг для Ренегейтс. И рядом никого. Чтобы принять и раздать, и не отдать девайс. Вот оно, отличное начало. Вот она работа на команду. Вот оно засейвленное АВП. Ну, посмотрим, может быть и дальше все получится. Правда, Ликвид уже заходит на точку. И там двое поджимают яму как раз. Хорошую стилу. Вот это хедшот. Хико нужен. Размены лайч все-таки дает фраг по спунжу. Хико включается. Три в три. Ну, а я уже, да, в КТ спауне дает минус. Сейчас. Подсадка что-то не будет. Что ж вы делаете, черти? Нет, решили не исполнять-то. Не получилось. Не получилось, черт возьми. Итак, два в три ситуация. Тяжелейшая Элайджа. Не видели. Не видели они друг друга с Эзаром. Вот Ям. Вновь его АВП может спасти тиммейтов. Кустая Элайдж вдвоем. Ям дает третий минус в этом раунде. Кусто. Кусто. Не густо у Ликвид, друзья. Вот что могу сказать. Его уже зажимают два игрока и все четненько. Вот что значит засейвить ЭВП, дорогие друзья? Квадрокилл в итоге. Квадрокилл. Раздиффузил бомбу. Взял тринадцатый. Выбил все девайсы из команды соперницу. Да просто красавчики. Дай, братан. Ладно. И так сойдет. И так сойдет. Ям красавчик. Он убил на Б. Дал тиммейту этот калаш. Перетянулся на КТ. Убил одного выходящего. Убил в пленте еще одного. Чудо-матч нам сегодня достался. А, тут же Кван рядышком сидит. На допы, на допы. На допы, на допы. Конечно же, допы. Десять тысяч три раунда. Напомню, формат довольно тоже интересный. На пряжненький для КТ. Я считаю, что все-таки вот 16-3 вот самый оптимальный. Делать эко на допах, это ну такая идейка. Ну, действительно. Размен пошел. С теками работает команда Ликвид. Проблемы с экономикой есть. Б-план пустой. Нужно просто это понять. Да, полетели в дымы. Но здесь один GKS Шарта и дает Молотов. Под все ноги. Ну, смотри-ка, двое пробежали. Еще двое могут выпрыгнуть из первого окна. Плохой Молотов. Да, он слишком поздний на самом-то деле. Плохой GKS. Нидро загоняет в кухне спунжа. И это хороший ответ. 4 в 2 ситуация. Ям, 8 хп. Ломать яму, забирать ивп. Все, минус хаешки. Как пришел раунд, так и ушел у Ренегейс. Да, бок контр-страйка дал, бок взял. Вот так вот. Устило пытается вновь спасти снайперскую винтовку для своего тиммейта. А 14-й раунд падает в копилку Ликвид. Устило напоследок еще штрафанул Хико в центре. Ну, эвакуируется уже, конечно, как можно дальше. А что там они думают, там, эти два пистолетчика? Ага. Вот Адерин подобрал калаш. Куст вообще должен лететь и искать этого юстила. И добывать себе сам оружие. Без армора выиграли раунд Ликвид. Довольно странно, что Ренегейс не успели встретить это Б. Потеряли первого. Второй из шарта дает болтов, когда там уже двое на машине. Ну и заметьте, что у них какие-то агрессивные раунды неудачненькие вечно на центр. То атаку на другой плент проспят, то получат от тэков и... Да, не должен был умирать первый от тэка. Вот что там. Супер довольный человек. Что такого смешного произошло? Давайте до нас посмотрим, ребят. Не знаю, может паузы какая-то вроде бы не было. Бегут люди, бегут. Мы слышим, что раунд продолжается. Поэтому давайте лучше посмотрим, что там дальше. Но опять же наши режиссеры тут уж не просто так нас показывают. Видимо там показывают американских кастеров. Ну мы с Кваром тоже можем поулыбаться. Как это так? Проиграли тэком. Но это нормально. Да, довольно часто в кейсе такое случается. И в принципе такие раунды очень зрелищные. Вот тебе и ответочка на ответочку. Либо мы там что-то пропустили. Ну ладно. Итак, ситуация 5 на 4. Для команд Ренингейтс очень нужный раунд. И опять же очень важный минус сделал Спунш. Он был единственный без девайса. И он уже дал минус. Он говорит, все, я уже свою работу сделал. Да, и он дал инфующий по бомбе. Нитро, как мы видим, оставался с пакетом за плечами. То есть Ренингейтс понимает, что бомба в центре. У Стило. Ну с хелпой. Если яма там не закроют дымом... Начинается раунд. Коннектор пошел. Пошла яма. Все ушли. Просто все ушли. Ковры не вышли. Вот как раз парень бы на коврах... Спунш с этой ЦЗшкой. Уже троих почти убил. Невероятный ответ от команд Ренингейтс. Это 14-14. Но там должны быть какие-то деньги у атаки. По идее там должны быть полу девайсы. Там чуть ли не все калаши. Ну как так? Один игрок с ЦЗшкой уничтожает двоих в виде третьего. И все 24 патрона наносят дэмэдж. Квар, а ты можешь выйти раунда на 4? На 4? Или на 2, чтобы 16-14 закончилось? Ну или на 2, да. Чтобы 16-14 закончилось. Раунды на 2. Пожалуйста, встань и уйди. Я очень... Нет, ну в принципе все равно это будет вообще классно. Если будут овертаймы в этом матче. Ренингейтс на первой карте овертаймы. Главное, чтобы опять трейн 16-0 не закончился. А скорее всего так и будет. Но Петрик уверен, что ренингейтс и там могут справиться. Хотя был прав по поводу миража. Но тут, конечно, Ликвид... Но они отдают свои карты. Вот почему-то уже на таких щитах начинает сыпаться Ликвид. Медленный, кстати, выход с упором под центр карты на такой холд все-таки. Забыли, как играли вообще? Все. Забыли, как получалась атака. Центр занять там. Бояться, возможно, все-таки. Дым в окно. Дым на шорт. Вышли. Но, скорее всего, Куста со смоком сейчас в руках стоит на Терри Спауне. Да, 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 да. Как будто слышит меня американский режиссер. Вот он, вот он, выход в центр под два смока. Так им еще понадобятся просто смоки. А больше нет. Они играют вот тот самый раунд, когда сейчас опять до шорта кого-то доведут. И, по-моему, будут опять охватить. Хотя уже, судя по таймингам... Ну, ладно, давайте просто наслаждаться гранатами от команды Ликвид. Они сейчас прокидают. Возможно, будет очень быстрый раунд в шорт. Смотри, у Ренегейса вообще ничего не осталось. У них один молотов, две флешки, дым. Вот, дым на восемь. Дальше что? Все. Сплит на Б, сплит на Б. Там Хико должен врываться просто как дьявол с табакерки. Это даже не сплит. Просто один игрок залетает на центр, просто все контролирует. Идет в шорт, причем лейтом. Ну, а здесь в лоб на двоих идут. Надо убить Джей КС. А пока не убили этого парня, смысла выходить под Б нет. Всех поубивали просто. И Ямтом подловил Хико в шорте. Короче, разрывчик. Но бомба может быть установленная. Да и 2 в 3 ситуация не самая такая, вроде бы и плохая. Позиции такие. Ликвид, ну тут должен просто вот парень в углу моментально нитро здесь двоих забирать. И тогда все получится. По идее должны чекать. Дефолтный угол, тем не менее. Первый боком второй смотрит уже и убивает. Ну, лол. 12 хп. Точнее, нет, не Ям. Но, в общем-то, все классно. Ренегейтс, матчпоинт. Вот это Ликвид вообще закинули. Якорька-то, ну, неплохо играет. Шейкс, сколько раундов он спазли команда Ренегейтс. Сколько ходили на Б, столько раз. Джейкс там хотя бы два минуса оформлял. Не могу с ним справиться. Вроде бы они вчетвером давят Б, но двоих теряют. Ну, получалось же играть в центре, парни. И гранаты были, и все было. Ну, вот почему эксперимент на эксперименте? Ну, по фрагам, кстати, более-менее равная ситуация. Адрайн 14-20, 13-24. У Эйзи Эра. Да и Джеймс Бонд уже давно не Джеймс Бонд. Все, начал убивать последние деньги. Они, по-моему, забыли, что раунд последний. Остались в респе, докупили. О, Ликвид, Ликвид. Но, тем не менее, это пока что ни о чем не говорит. И еще мы можем перейти на серию дополнительных раундов. Опять же, по три за каждую сторону. Со стартмани 10 тысяч. Ну, а команда Ликвид имея два калаша, Галил, два тека, хороший набор гранат, 4 вторых армора, Адрайн вообще без брони. Очень любопытно с Галилом без брони. Ну, да ладно. Последний шанс у команды Ликвид выйти на допы. Вот что они делают. Вот он, Адрайн, как раз Галил без брони. Походил под Б, пошел в подвал. Тем временем смещается третий под яму. Выйдут на А под дефолтные дымы, скорее всего. Ну, тут важен один человек вот с той стороны. Они никого не довели, не заняли центр. Ну, что, будет просто через подвал выходить? Либо на бэ шутнет, и это будет Адрайн. Ну, он вроде бы в подвал уже спустился. Четыре яма, довольно спорный может получиться выход. Там перекрестный огонь у Ренегейс. Мы видим один в планте, второй на сэндвиче. Дым на голову и... Эти смоки никого не закроют на самом деле. Ну, давайте смотреть. Смотрим. Пошел в джангл еще один дым. Пошел выход. Одного разменяли. Хорошо. Пуста. Перестрелял. Неплохо. Три в три. Прыг. Вот это, вот это наглость. С АВП прыгнул на сэндвич. Убил. Еще и убил. Вот если бы не убил, были бы вообще классные шансы для Ликвид. А пока что два в два. Просто 50 на 50 ситуация. Хико Элайдж. Минус. Атазер. И, походу, Ренегейс сейчас заберут еще одну карту. Команды Ликвид. Это будет пять поражений к ряду. Ну, вчера я вроде бы тоже говорил, что Ликвид могут проиграть и этим парням. Но... Десять секунд. Хико. Только не на трейне, наверное. Ну, КТ. Ну, тут без шансов. Так вот, шестнадцать четырнадцать. Поздравляем команду Ренегейтс. Они все-таки выигрывают карту Демираж. Проигрывая 9-1, уступив вчера с разгромными счетами. Закомбэчили. Ну, а команда Ликвид очередную карту, где они хорошо начинают, проигрывают. Опять же, счет был 9-1. Счет был 12-13. Да, очень равный, очень равный. Был вроде бы камбэк на камбэк. У Ликвид что-то даже получалось. Двенадцать двенадцать, четырнадцать четырнадцать. Одинадцать четыре. А, после первой половины. Да. Вот, ну, это Адрен, который, ну, вот как, они постоянно дают. Все в шоке. Все в шоке. Команда Ликвид сейчас реально может занять четвертое место. Ну, пять уже из шести проиграли. Тут девяносто процентов, что они занимают четвертое место. А там в первом туре бразильцы из Люминосити в сетке плей-офф. Да, вот такая хорошая, ну, и все-таки ожидаемая игра от Ренегейтс. У нас мнения разошлись, и все понимали, что будет борьба на Мираже. Режиссеры продолжают троллировать. Все камбэйки команды Ликвид. Выигрывали 14-2, проиграли 22. О, господи. Ну, что ж ты такое? Что за неудачи? Опять же, еще там кое-что можно дописать в этот список. Хорошая игра. Браво, Ренегейтс. Казалось, что шансов не будет. У ребят сейчас Ликвид перестроится, и дожмут их за атаку. Но нет, Ренегейтс уверенно защищались, брали раунд за раундом, и в итоге вытащили игру. Молодцы. Да, конечно, собрались на первой, но этого мало. Нужно еще выигрывать карту Д-Трейн. Ну, и, по крайней мере, самим себе доказать, что они умеют играть Трейн. Ну, вот там точно продуют. Вот, к сожалению для австралийцев. Но, надеюсь, они еще раз нас удивят. Ребята, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро включатся наши студии аналитики и как раз...